Зато военкоматы продолжают разносить повестки россиянам, причем в Бурятии, которая занимает второе место по числу жителей, погибших на войне. Как пишут люди Байкала, повестки получили минимум 11 мужчин, разносила их глава одного из поселений. В военкомате заявили, что беспокоиться не надо, повестки предназначены для призыва на ежегодные сборы. Повестки получают и в Москве, там жителям рассылают электронные приглашения в военкомат. Организация «Идите лесом» сообщила о еще двух подобных случаях. Людей зовут якобы на сверку документов. Специалисты отмечают, что такие повестки незаконны, да и весенний призыв еще не начался. Юридической силы, по их словам, такие рассылки еще не имеют. Еще в один российский военкомат тем временем прилетел коктейль Молотова. Его кинула неизвестная женщина в здании в Богородске, Нижегородской области. Произошел ли на месте пожар, не уточняются. Женщину ищет полиция. Днем ранее в Петербурге неизвестный попытался поджечь релейный шкаф на станции Удельная. Но оборудование не пострадало. Еще об одной диверсии пишут провластные СМИ. По данным ТАСС, ФСБ предотвратило теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области. В ведомстве заявили, что пункт якобы пытался взорвать член русского добровольческого корпуса, который погиб, когда произошел самоподрыв бомбы. А сегодня утром ФСБ также заявило о раскрытии преступной группы, состоящей из чиновников. Высокопоставленных сотрудников Минэкономразвития и нескольких бизнесменов Ставрополя подозревают в рейдерском захвате компании по добыче минеральной воды и в хищении газа в особо крупном размере. В МВД говорят, что один из чиновников добивался досрочного отзыва лицензии у предприятия. Остальные требовали передать им половину акций компании под угрозой насилия. Один из задержанных – глава Департамента социально-экономического развития Северного Кавказа в Минэкономразвитии Игорь Хроновский. У него при обыске нашли 3 миллиона долларов, 1 миллион евро и премиальные автомобили. Редактор субтитров А.Семкин